Кошкинское интернет телевидение В 74 года исполнился нашему знаменитому земляку, бывшему председателю колхоза, тогда он назывался колхоз имени Жданова, Геннадию Николаевичу Яндукову, честь которой назван футбольный турнир Геннадий Николаевич был активным общественником, членом райкома КПСС, депутат районного совета, областного совета народных депутатов нескольких созывов Высокая оценка самоотверженного труда на благо Родины, Геннадию Николаевичу было отмечено орденами знака почета и трудового красного знамени Геннадий Николаевич много внимания уделял развитию спорта, сам лично являлся неоднократным чемпионом района по лыжным гонкам, конным стачкам, чемпионом по борьбе на сабантуре в городе Нурлад Футбольная команда Черемшан во время руководства Геннадия Николаевича неоднократно становилась чемпионом и обладателем Кубка района, призером, финалистом Кубка среди сельских команд Слово предоставляется главному суде турнира Григорьеву Геннадию Васильевичу Добрый день, друзья! Добрый день! От имени всех максимкинцев и поселка Хереметь я вас поздравляю с сегодняшним турниром Удачи вам! Здоровья! Счастья! Две игры у нас уже сыграны Графики игр вы хорошо знаете Турнир этот традиционный Погода, конечно, сегодня подвела Были приглашены много команд Но, сами знаете, в такую погоду редко кто выезжает только смелые Только такие, как вы КамАЗ я еще раз поздравляю! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые гости и участники соревнований, со словами приветствия к вам обращается глава муниципального района Кошкинский Виктор Николаевич Титов. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Евгений Геннадьевич, уважаемые участники сегодняшнего турнира, гости нашего такого праздника. Сегодня действительно погода чуть-чуть немного нас подвела, но тем не менее, значит, сегодня мы проводим турнир в памяти Евгения Геннадия Николаевича Индукова. Все прекрасно знаем этого замечательного человека, опытного руководителя, который не только был хорошим руководителем, очень крепким руководителем, и хозяйство было крепким, но и действительно он здорово поддерживал спорт, был сам спортсменом. И сегодняшний турнир тому подтверждение собрались вот такую погоду, самые стойкие, самые увлеченные этим видом спорта футболом. Мне бы хотелось, вот как бы сегодняшнее мероприятие, значит, да, чтобы прошло на хорошем уровне, ну, естественно, победит, наверное, самый сильнейший, сильнейшая команда. Ну, а что касается сегодняшнего, вот, значит, дня, те традиции, которые были заложены Геннадий Николаевичем, сегодня продолжает его сын Евгений Геннадьевич Яндуков. И президент неделю назад подписал указ о присвоении ему заслуженного работника сельского хозяйства, чем мы его поздравляем. Поздравляем. Вручение губернатора на дне работника сельского хозяйства Николаевича Меркузькина вручит ему, значит, этот почетный, значит, знак. Не каждый сегодня, значит, может получить вот такой, значит, знак. Значит, вот это хозяйство, этот руководитель сегодня заслуживает. Так что вот те, та преемственность, которая передалась из поколения в поколение, вот она дает свои результаты. Хозяйство на подъеме, лучшее по текущему году по урожайности, значит, да, неплохо идут дела в животноводстве, и в целом хозяйство работает рентабельно. Я всех сегодня поздравляю с этим замечательным праздником, с Днем памяти Геннадия Николаевича. Желаю всем здоровья, благополучия, ну и, конечно же, значит, занятия спортом и быть всегда здоровыми. С праздником! Пользуясь торжественным случаем, мы хотим наградить ветерана спорта Григорьева Геннадия Васильевича за большой вклад, приглашаем вас в развитие спорта в районе, пропаганду здорового образа жизни, личный пример подрастающему поколению, ответственное отношение к работе и в связи с юбилеем, который был 17 сентября, 70-летием. Слово предоставляется Михаилу, Чеботареву Михаилу Гуртионовичу, город Тольятти, АвтоВАЗ. Добрый день, дорогие друзья! Я почему называю вас друзьями? Потому что мы, как шефы над вашим хозяйством, лет 20 мы помогали вам, как говорится, активно, тем расчетом, чтобы вы росли, и вот вы выросли. Вы знаете, от чистой души, от всего сердца, я рад, что феолог здесь вот, только молодежь, такой активный, ребят, молодцы! Я, конечно, воспользуюсь тем моментом, чтобы вы не представляли, АвтоВАЗ начал дружбу когда-нибудь, и техническую работу, то начали с дороги, которые на Кошин и на Максимске, затем по территории Максимске и на Нурлах. То есть вот это заслуга работников АвтоВАЗ. Ну и там были другие, значит, помощь техникой, тракторами, автомобилями, в уборке помогали. То есть вот я рад, что даже до такого времени, когда вы подросли, были маленькие, 15 лет здесь не было. Вот. И приехал, тогда тоже было много молодежи, но сейчас вообще уже молодцы. Я хочу пригласить к микрофону человека, который с Геннадием Николаевичем многие годы плечом к плечу поднимали колхоз имени Жданова, а также вместе поднимали и спорт. Это Геннадий Поликарпович Законов, который в это время работал за техником колхоза имени Жданова. Уважаемые друзья, разрешите мне, как человеку, которому довелось работать вместе с Геннадием Николаевичем, и сказать о нем можно многое. Но вы должны знать то, что в 70-х годах Максимкино, село, это деревня, сплошь покрытые дома соломой были. Вот сегодня вы по новому Максимкину проезжаете. Нет такого села в районе красивее, чем Максимкино. Вы должны гордиться своим селом. Вы должны гордиться Гендуковым и его сыном Евгением Геннадьевичем, который сегодня достойно продолжает начатое дело отца. Да не только отца, деда. Дед тоже у них был председателем колхоза. Это третье поколение, которое ведет сельское хозяйство. А сельское хозяйство вести не так легко. Очень трудно. Трудно. Вот и погодные условия, и все остальное. Вам довелось. И продолжите это дело. Продолжайте работать, продолжайте трудиться, продолжайте интересоваться спортом. Спорт укрепляет. Спорт дружит. Спорт многое дает жизни. Ну, пожелаю, чтобы сегодняшний турнир победила дружба. Спасибо. К микрофону приглашается ветеран команды «Крылья Советов» Меридонов Владимир Викторович. От имени областной и городской федерации хочу поздравить вас с участием в этом турнире с ООНом. Чтобы он проходил каждый год. Я вам желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего. И хочу подарить мяч команде «Черемчан». «Черемчан». Молодец. Слово для приезда предоставляется руководителю комитета по физической культуре и спорту муниципального района Гошкинский Марине Евгеньевне Гук. Уважаемые спортсмены, я думаю, что сегодняшний традиционный турнир собрал друзей, соратников, единомышленников, молодежь. И благодаря, я думаю, Геннадию Гендукову память у спортсменов долго будет жить еще, потому что поддерживают и сын, и внуки. В сегодняшнем турнире, конечно же, желаю, чтобы победили сильнейшие, а по итогам чемпионата района, который проходил на протяжении всего летнего сезона, неоднократно была победителем команды «Черемчан», и в этом году стала не исключением. Я хочу пригласить для награждения района Алексея Ивановича. В турнире мы определяем лучших игроков. Я думаю, что благодаря вашей напористости, вашему трудолюбию и поддержке Евгения Геннадьевича, вы, конечно же, добились этого замечательного успеха. Лучшими игроками турнира признаны Смешников Михаил Петрович, лучший вратарь чемпионата района по футболу. Михаил, я прошу тебя остаться, потому что я... Лучший полузащитник чемпионата района по футболу Григорьев Алексей Александрович. И лучший бомбардир чемпионата района по футболу Яндуков Александр Евгеньевич. Я думаю, что он лучший бомбардир и нашей сборной команды района. Ну а я хочу пригласить всю команду для награждения. Уважаемая команда «Черемчан», капитан Смешников Виктор, прошу вывести свою команду для награждения. Каждому члену команды вручается медаль. Виктор, прошу получить как капитану команды кубок. Смешные грамоты, диплом, денежная премия, но мы с Алексеем Ивановичем всем... Все, хорошо. Я убежал чего. Район Жирнов Михаил Иванович, которому исполняется 60 лет. Итак, дорогие друзья, право поднять флаг в соревнованиях приглашаются капитаны команды. Участники соревнования на флаг, мирно! Равнение на флаг! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна! Россия, священная наша великая слава, дает настояние во всех временах! Россия, священная наша страна! Субтитры создавал DimaTorzok